Привет! Как дела? Сегодня хочу рассказать о том, как относятся к русским в Лондоне. Первый вопрос, который задают тебе англичане или британцы, если слышат иностранный акцент, это Where are you from? То есть, откуда ты приехал? Естественно, я отмечала I'm from Russia, то есть я из России. И вот после этого ответа, на удивление, очень часто в основном звучало три вопроса. Это Are you Russian spy? То есть, ты русская шпионка? Do you know Abramovich? То есть, знаешь ли ты Abramovich? И What do you think about Putin? То есть, что ты думаешь о Путине? Эти вопросы немного смешили и обескураживали меня, и какие ответы я на это находила. Сегодня об этом расскажу. Вопрос про шпионку чаще звучал в мои первые годы проживания в Англии. Видимо, потому что я одевалась как русская, всё аккуратненько, стильненько, на таких каблучочках. А в понятии англичан, видимо, сложилось такое мнение, что все русские женщины, которые одеваются и выглядят наглаженно, чистенько и стильненько, могут быть шпионками. Ну и это веяние пришло после истории с Анной Чапман как раз в те годы, когда я приехала. История всё ещё развивалась. И так как британцы любят читать новости во всех газетах и журналах, пестрила её фотография, и это был, опять же таки, российский скандал, все стали подозревать русских девушек в том, что они шпионки. Этот вопрос мне порядком поднадоел. Я уже начала как-то отшучиваться. Я говорила напрямую, да, я шпионка, и шпионю за вами. Смотрите, не скажите мне какую-нибудь правду, а то я всё выдам. Ну, что-то такое, знаете. Когда у меня появился английский язык, я уже начала как-то отшучиваться на эту тему, потому что, во-первых, они задавали этот вопрос таким с приколом, но у них тоже английский юмор. Во-вторых, я этот английский юмор уже понимала и тоже подкалывала их как-то по-своему. На том и расходились. Ну, про английский юмор я тоже буду рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Про Абрамовича. Абсолютно все англичане уверены, что если ты русский, то ты должен лично знать Абрамовича. Единственное, что я знала про Абрамовича, что это русский олигарх, проживающий в Лондоне. И каково было моё удивление, что очень много англичан спрашивали, «Дуину Абрамович, знаешь ли ты Абрамовича? Встречалась ли ты с ним когда-нибудь и разговаривала ли ты с ним?» И так далее. Я думаю, почему мне задают такой вопрос? Ну, Абрамович и Абрамович, как бы русский олигарх, где-то там живёт. Почему я должна его лично знать? Как оказалось впоследствии, когда я пошла на парад победы футбольного клуба Челси, именно там я выяснила, что Абрамович владеет этим клубом. И мне стало понятно, почему задают такой вопрос, потому что около четверти Лондона болеет за британский футбольный клуб Челси, о котором я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И так как они болеют за этот клуб, в основном от болельщиков клуба Челси звучал такой вопрос. То есть им было интересно, видела ли я его когда-нибудь, встречала ли я его когда-нибудь, разговаривала ли я с ним и знаю ли я его лично. Почему я должна его знать? Я задавала им такой вопрос, но они говорят, ну ты же русская. В общем, было смешно. Ну а третий самый популярный вопрос, наверное, среди всех иностранцев, которых я встречала в Лондоне, с кем мне приходилось общаться, всегда или спрашивали, do you like Путин, то есть нравится ли тебе Путин, или утвердительно говорили, Путин the best, что в переводе означает Путин лучший. Итак, что же думают британцы про нашего президента? Это удивительно, но среди обычных англичан или британцев я никогда не встречала какого-то негативного отношения к российскому лидеру. Они всегда относятся к Путину или с уважением, или с настороженностью, или с какой-то боязнью и даже с каким-то преклонением, что для меня лично всегда было каким-то стрессом, потому что я всегда ждала нападок на Путина и готовилась к тому, что я должна была отбиваться от того, какие вопросы мне будут задавать. Ну, вы все знаете, я политику вообще не люблю, но защищать честь и достоинство России, неважно, какой там лидер, в чужой стране я всегда обязана. К Путину я отношусь нейтрально, это наш лидер, и он ведет нашу страну в данное время. Единственное, что я могу сказать про нашего президента, то, что он отлично держит лицо России во внешней политике, но, конечно, во внутренней политике нам еще очень и очень долго придется разбираться, как вывести страну на тот уровень, в который мы все хотим жить. Но суть не в этом, суть в том, что все британцы как-то восторженно о нем отзывались, и не то чтобы я заводила этот разговор, я всегда стараюсь избегать разговоров о политике, но именно они мне прямо с ходу, когда узнавали, что я русская, начинали разговор о Путине. Однажды, когда мы с братом и с мамой ехали в Кембридж, у нас была остановка в Станстиде, так называется один из лондонских аэропортов, и там нам по пути попался рабочий аэропорт, у которого мы что-то спросили, и он, словив наш русский акцент, спросил, откуда мы. Когда он получил ответ, он так долго восторгался Россией, и потом говорит, я готов встретить вашего президента здесь, если он вдруг когда-то прилетит в наш аэропорт. А тогда лондонцы готовились к Олимпийским играм, и наш президент, возможно, должен был посетить их. Он сказал, что он аж приготовил для Путина анекдот про американца, англичанина и русского, естественно, с русской развязкой в конце, и что он на данный момент учит русские матерные слова. Про русский мат я вам буду рассказывать чуть-чуть попозже. Абсолютно вся восточноевропейская часть иммигрантов в Англии матерились на русском языке. Так вот, мы удивились, для чего он учит русские матерные слова. Он говорит, ну, не знаю, меня мои друзья учат. Ну, видимо, русский или, я не знаю, или вот восточные европейцы. Возможно, пригодится. Ну, было очень смешно, мы так посмеялись и поехали дальше. Про Кембридж я вам, кстати, тоже буду рассказывать. Я была в этом городе раз в пять, наверное. Очень красивый и интересный город, ждите ролик о нём. Ну, так вот, если на политической арене Путин, Россия и все русские – это враги, захватчики и агрессоры, то среди простых англичан часто слышу такое мнение, что им как раз-таки не хватает такого лидера, как у нас, такого жёсткого и непоколебимого в своих решениях. Особенно это проявлялось в разговорах после того, как у них произошёл референдум по Брекситу. Напомню, что после того, как референдум решился в пользу того, что Великобритания должна выйти из Евросоюза, там происходило целых три года неразберихи, как же это совершить или провести второе референдум, потому что там пополам-напополам получились голоса, но за выход чуть-чуть перевесило. И они завидовали тому, что если бы у нас был бы такой лидер, как Путин, там бы всё сказал и сделал. А англичане, напомню, что тогда три лидера сменилось, Дэвид Камерон, он шёл в отставку, его заменила Тереза Мэй, и Тереза Мэй не смогла выйти из Евросоюза, не смогла договориться по сделке, пришёл Борис Джонсон и как-то всё так, тык-тык-тык, и порешал. В итоге вот 1 января 2021 года Великобритания вышла из Евросоюза. Что будет дальше с Шарландией, с Ирландией? Посмотрим. Не знаю. Сейчас вот такое времени-разберихи в Великобритании, да ещё и пандемия наложилась на это всё. Очень сложная ситуация в нынешнее время происходит в Соединённом Королевстве. И вот британцы, конечно, часто завидовали мне, что я русская и у меня есть такой вот президент. Ну, иногда это было даже очень смешно, слушать о своём президенте такие речи, зная о том, что у них пишет пресса о Путине. В общем, да, ещё хочу сказать, что некоторые британцы, ну, то есть даже не европейцы, не англичане, а те, которые понаехали, так скажем, иммигранты из Африки или из Южной Азии, а также из Южной Америки, некоторые не знают, что такое Россия и где она находится. В общем, чувствуется, что люди, которые спрашивают, а где твоя страна находится, вообще какие-то неучи, и так уже думаешь, надо было уже уходить оттуда, потому что не знать про Россию, такую огромную страну, самую большую по территории, ну, я не знаю, для меня это смерти подобно. Поэтому с такими людьми я старалась заканчивать как-то разговоры и потихонечку уходить от них. Ну, а так, в принципе, конечно, я старалась держать лицо, держать марку России перед британцами, перед всеми иммигрантами, которых я встречала. И это очень важно, когда ты находишься где-то в отпуске, на учёбе, на работе или просто живёшь в другой стране, держать лицо той страны, где ты родился. Ну, мне кажется, так. Зачем поливать грязью Россию? Не важно, что ты из неё уехал и проживаешь в другой стране, всё равно это остаётся твоей родиной. А о родине, как о своей матери, ничего плохого говорить нельзя. Ну, вот такие вот вопросы периодически звучали в мой адрес по поводу России. Какие ещё случаи со стереотипами попадались на моём пути, буду рассказывать позже. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!